Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Канал, первая часть которого называется Бизнес Класс и посвящена разговору о том, как делается бизнес в России, как это в деталях выглядит. Каждый день мы встречаемся с представителями разных отраслей этого бизнеса, они рассказывают нам откровенно, как правило, как все это происходит. Тема сегодняшнего эфира рынок интернет-ресурсов по предоставлению услуг покупки и аренды жилья, и мы будем говорить о том, как купить или арендовать недвижимость за рубежом. Сегодня у меня в гостях Георгий Кочмазов, руководитель проекта traneo.ru. Добрый вечер, Георгий! Добрый вечер! Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору, для этого есть телефон в студии 6510 99,6 код Москвы 495, либо воспользоваться адресом интернет-ресурса finam.fm Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями на эту тему и, собственно, вопрос к вам Как вы считаете, насколько эта услуга востребована для нас с вами, для россиян покупкой или аренда недвижимости за рубежом? Нужна ли она в принципе? Ну, вопрос, конечно, риторический, очевидно, что нужна, вот более детально мы сейчас это и обсудим. Георгий, ну, прежде всего, начнем наш разговор, прежде всего, вопрос, какой, собственно, откуда родилась эта идея заниматься подобными услугами? Ты, видимо, раньше недвижимостью занимался? Нет, я никогда до этого не занимался недвижимостью, кроме как со своими клиентами, с которыми я работал в бизнесе по продвижению сайтов, которыми я занимался до этого То есть, изначально, да, твоя идея была связана с оказанием интернет-услугниками, да? Вообще в эту историю я попал, как многие, наверное, когда начинают заниматься новым бизнесом, сам, получая соответствующую услугу, покупая недвижимость за рубежом, столкнулся с определенной проблемой, увидел, что недостаточно качественных ресурсов есть в этой теме в плане интернет-сайтов, и решил сделать вот такой вот сайт, который будет помогать будущим покупателям, арендаторам получить какую-то аналитическую информацию, узнать новости, цены, подобрать хорошие объекты для того, чтобы купить. То есть, все, вот все, что ты сейчас перечислил, это все возможно, воспользуясь, ну, в частности, твоими услугами, правильно? Да, мы стараемся сделать так, чтобы все это было возможно и максимально удобно. Я понимаю, ну, и как выглядит вот в принципе, да, подобная услуга? Если человек задумался о покупке или аренде недвижимости за рубежом, и он пытается получить какую-то информацию через интернет, попадает на какой-то ресурс, допустим, наш, он может для начала почитать о том, какие условия покупки, какие условия владения, налоги, стоимость объектов, пообщаться с другими людьми, которые уже купили. Пообщаться на форуме имеется в виду, да? Можно на форуме, можно задать вопрос нашим экспертам, подобрать конкретные объекты и, соответственно, пообщаться с риэлторами, задать вопрос, и далее уже процедура происходит. Человек едет, покупает, либо, если это аренда, то чаще всего люди определяются, еще будучи в России, подбирают нужный объект через каталог и, соответственно, едут отдыхать. Я правильно понимаю, что ваши услуги исключительно информационные? То есть вы сами не занимаетесь ни подбором недвижимости, ни ее оформлением в собственности или там... Не совсем. У нас в штате есть как эксперты, так и непосредственно продавцы, которые работают с клиентами, которые отвечают на их вопросы, консультируют, подбирают нужный объект с учетом требований наших клиентов и, соответственно, помогают им на этапе еще, когда люди в Москве и даже когда уже едут туда, они всегда тоже могут обратиться к нашим сотрудникам. Ну, вплоть до того, что те могут сопровождать их, да? Вплоть до этого, да. Они общают... Обычно общение происходит удаленно, очень много клиентов из регионов, но также мы встречаемся и в Москве в нашем офисе и даже бывает иногда сопровождаем. Получается, что вы, в принципе, некие классические, да, услуги предоставляете с точки зрения риэлторства? Подбор информации, да, консультации какие-то, посредничества между продавцом? В целом, да. Ну, в этом случае, да, интересно будет узнать, вот есть некие, ну, наверное, назовем это классические агентства недвижимости, да, а есть то, в частности, о чем мы сегодня говорим, это агентство, которое представляет интернет-услуги. Во-первых, как много того, что представляешься ты сейчас на рынке, да, и нет ли конкуренции такой прямой или скрытой между классическим агентством недвижимости и интернет-ресурсом? Ну, компаний достаточно много, есть как порталы, похожие на нашу, так и агентства, которые работают с клиентами. Ну, классические, да, классические агентства недвижимости, оно конкурент вам, оно отбирает хлеб. Ну, не совсем, это скорее наши партнеры, мы стараемся работать с зарубежными агентствами больше, мы помогаем нашим клиентам найти хорошего партнера за рубежом, чтобы тот уже непосредственно работал с ним по покупке или аренде недвижимости. А за рубежом это будет агентство недвижимости тоже, да? Да, и мы стараемся соединять наших клиентов именно с агентствами, которые зарубежные, и тем самым наш клиент, он минует лишнего посредника здесь, в России, и сразу работает напрямую с локальным агентством. А в этом случае вот классическое агентство в России, оно еще один посредник просто получается? Ну, по нашему мнению, да. То есть нам кажется, что наиболее компетентно и качественно предоставить услуги по покупке и аренде недвижимости может агентство, которое работает непосредственно на месте, где находится объект. Ну, это логично, да, это логично, тем более наверняка существует огромное количество, ну, некой специфики, да, потому что, условно говоря, ведь география обширна, да, я читал, так сказать, то, что касается вашего ресурса, география обширна, у каждой, внутри каждой страны есть специфика юридических тонкостей каких-то, правильно? Несомненно, да, очень много особенностей, и, конечно, агентство, которое работает на месте, оно гораздо лучше в них разбирается и может более качественно помочь нашему клиенту. Ну, смотри, вот если я обращаюсь к тебе за эту услугу или с помощью, да, вашего, вашего ресурса, вы мне предлагаете объект недвижимости, соответственно, вы мне предлагаете агентство, которое будет этим заниматься там непосредственно на месте, вот, ну, момент доверия к этому, к этому партнеру, да, вашему, он, насколько высок, или вы, вы в частности, да, каким-то образом гарантируете, что представители, да, на месте будут высоко, высоко квалифицированы. Вообще, момент доверия очень важен, недвижимости, когда клиент покупает, это, наверное, одно из ключевых условий, вы вряд ли будете покупать у риелтора, которому вы не очень доверяете. Не доверяете, да. Мы, несомненно, проводим достаточно жесткий отбор партнеров, мы смотрим, исследуем их репутацию, стараемся работать только со старыми авторитетными агентствами. Проверяется это относительно легко, мы изучаем отзывы в интернете, смотрим на их сайт, смотрим на то, как они работают с нашими клиентами, какие письма пишут, насколько быстро и компетентно отвечают, какие предложения присылают непосредственно объекты, насколько они соответствуют запросу наших клиентов. Вот, по совокупности этих параметров мы можем достаточно точно определить качество работы партнера, и, соответственно, чаще всего мы даже не допускаем до работы с нашими клиентами агентства, которые не соответствуют нашим требованиям, либо какие-то отсеиваются на этапе работы. На этапе отбора, да. То есть, отвечая на ваш вопрос, насколько мы можем это гарантировать, это вообще главное, одна из главных вещей, о которой мы заботимся. И абсолютное большинство наших клиентов очень довольны работой с нашими партнерами, можем гарантировать. Ну да, да, причем очевидно, что выбор именно этого списка партнеров, да, он целиком ваша заслуга, то есть вы не предлагаете, да, агентства, которые потом огорчают ваших клиентов. Да, мы каждый день этим занимаемся, у нас несколько сотрудников, которые занимаются только просеиванием агентств, например, каждый день одна из менеджеров обращается в те агентства, которые, по нашему мнению, достойны быть нашими партнерами, мы их сами находим, выходим с ними на связь и инициируем общение. Ну смотри, а в принципе этих агентств должно быть много, ведь я предполагаю так, что есть страна, есть пара агентств, этого достаточно, зачем еще? Ну тут можно сказать вообще об интересе россиян к зарубежной недвижимости, он достаточно широк, хотя... Широк с точки зрения географии? С точки зрения географии, да. В первую очередь не интересует Европа, также Соединенные Штаты Америки, в целом Америка. Это и в смысле покупки, и в смысле аренды? Да, да, ну аренда географии еще более широкая в плане покупки, конечно, люди предпочитают покупать где-то, где не очень далеко лететь. И даже несмотря, что это просто Европа, или даже какая-то отдельно взятая страна в Европе, Италии, например, там очень много локаций, и в каждой отдельно взятой локации мы стараемся подобрать несколько партнеров опытных, достойных, чтобы они параллельно работали с каждым отдельно взятым нашим клиентом и предлагали ему свои услуги и некоторым образом даже конкурировали между собой, чтобы... Ну, некая здоровая конкуренция. Да, чтобы клиент мог получить какие-то альтернативные предложения, сравнить, спросить, как у наших партнеров, так и параллельно он может всегда переспросить любой вопрос, который его интересует у наших менеджеров, удостовериться. Да, насколько это соответствует действительности, да, не противоречит друг другу. Мы не просто передаем нашего клиента, а еще параллельно всегда работаем с ним. Георгий, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний эфир. В эфире Финам.ФМ.Бизнес.Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И обсуждаем сегодня рынок интернет-ресурсов по предоставлению услуг покупки и аренды жилья за рубежом. Как, собственно, это сделать и кому обратиться, что самое главное, потому что, очевидно, если уж риски покупки и аренды недвижимости в России, в родном городе, да, все равно существуют, начиная с недобросовестных каких-то, да, контрагентов и заканчивая теми, самыми непонятными посредниками. Представляете, да, каковы эти риски, если вы задумали купить недвижимость за границей, где ничего не знаете, никого не знаете, вообще непонятно, там, как люди живут. У них какие-то другие правила, да, обычно. Ну, так вот, мы говорим сегодня об этом. В гостях у меня Георгий Качбазов, руководитель проекта транио.ру Напомню я, уважаемые слушатели, есть телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, воспользовавшись которым, вы можете позвонить, задать вопрос с Георгием и собственную точку зрения обнаружить на этот предмет. Кстати, я задавал этот вопрос в начале нашей программы, как вы думаете, насколько у вас требована подобная услуга у наших сограждан. Также есть ресурс финам.фм, пишите, звоните. Георгий, давай продолжим. И тебе я этот вопрос адресую. Насколько у вас требована эта услуга наших сограждан? Ну, то есть, другими словами, как часто, как много, насколько разнообразно, да, вот, вашим ресурсом пользуются? Ну, судя по динамике интереса нашей аудитории, то очень востребована, особенно, вот, последний год. Вообще, если в целом говорить, то интерес россиян к зарубежной движимости начался в начале 2000-х, так уже активно проявился в середине, при этом очень много людей стали пользоваться в это время интернетом, соответственно, много сайтов появилось, посвященных их. Ну, то есть, понятно, да, интернета не было, то есть, мы откуда могли узнать об этом? Из разговоров, кто-то съездил за границу, приехал, говорит, ребята, вот там есть такая классная история. Да, 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 да. Выставки еще были, ну, уже появлялись тогда. И вот где-то в 2004-2005 году интерес появился уже серьезный, до 2007 года, соответственно, очень сильно рос, и в 2008 году было приседание, ну, как... Ну, после кризиса, да. Да, да, во всех историях. И примерно в 2011 году интерес восстановился на том уровне, который он был до кризиса. Правда, покупатели стали более опытные. Более привередливые. Более привередливые. Я думаю, что это хорошо. Увеличилась конкуренция. И сейчас мы, анализируя статистику активности аудитории в интернете, можем говорить о том, что примерно 40 тысяч человек в день интересуется покупкой, только покупкой зарубежной недвижимости. Здорово, 40 тысяч. Это уникальные пользователи. Это огромная цифра. Да, примерно это цифра, которая... Это примерно количество людей, которые посещают разные сайты, посвященные продаже зарубежной недвижимости. Ну, наверное, можно предположить, что некоторые там оказались случайно. Несомненно. Есть исследования, например, наших коллег по выставке. Я думаю, что цифру можно примерно накладывать, что порядка 15% аудитории, которые приходят на выставку, это реальные клиенты, которые собираются купить в ближайшие два месяца. То есть они пришли в задачу решать конкретно. Да. Половина, наверное, это те, кто потенциально собираются купить в течение полугода, и остальные пришли просто поглазеть. Поглазеть. Да. Ну, наверное, в интернете примерно то же самое. Но, тем не менее, цифра достаточно существенная. Что касается аренды, то тут вообще гораздо больше, потому что любой турист потенциально это желающий арендовать. Это вообще разные истории. Вот, вот. Насколько это логично. Да, мы говорим, покупка недвижимости за рубежом это одна история, аренда другая, потому что там есть некая иная церевая. Они отчасти пересекаются, потому что многие те, кто арендует, потом покупают, и многие, кто покупают, иногда арендуют. И в целом, то есть люди, которые ездят за границу, отдыхают, смотрят, они, конечно, это... Мы проводили большое исследование о том, кто такие российские покупатели зарубежной недвижимости. Интересные цифры получили. Так. О том, о портрете аудитории. Вот одним из основных факторов покупки зарубежной недвижимости является поездка за границу на отдых. Люди едут, смотрят, им нравится, и, соответственно, они задумываются о покупке. Немножко не понял. То есть я еду на отдых, просто, да, мне очень понравилось вот именно здесь, именно сейчас, и я думаю, не прикупить ли мне здесь нет? Совершенно верно. Совершенно верно, да. Это один из главных катализаторов. А, кстати, смотри, я приехал, да, отдохнул, подумал, что, ну, смысл, да, я буду часто сюда ездить, у меня есть такая возможность, и не проще ли мне что-то купить, чтобы каждый раз гостиницу арендовать там и так далее. Вот такая задача. Или я сразу же думаю о переезде на ПМЖ? Вряд ли, наверное, о переезде. Вообще, тут можно еще чуть подробнее рассказать об этом, что мы узнали о нашей аудитории. Вот покупатели, это обычно люди старше 35 лет, в диапазоне 35 до 50, это люди с детьми, и чаще решение о покупке принимает мужчина. Но несостоятельные, наверное, да, надо сказать об этом? Да, это либо предприниматели, либо какие-то крупные чиновники, соответственно, покупают обычно курортную недвижимость, где-то рядом с морем, больше для отдыха. Другой центр притяжения, это крупные города европейские, Берлин, Лондон, Париж, американцы. А здесь для чего? Опять бизнес там, может быть, в городе, нет? По-разному бывает. Или престиж. Кому-то просто нравится, кому-то нравится ездить там, отдыхать тоже. Кто-то имеет какой-то бизнес параллельный, кто-то планирует переезд, у кого-то учатся дети за рубежом, они сначала покупают для них, в перспективе думают переехать сами. А что касается портрета отдыхающего, это скорее уже молодые люди, до 35, они пока не планируют покупку, для них выгоднее арендовать, потому что они часто меняют места отдыха и не хотят как-то привязываться к одной локации. В этом случае тогда надо говорить о том, что аренда недвижимости за рубежом, это вещь такая, ну если сравнивать с тем, что мы в России видим, то есть наши сограждане арендуют квартиру для долгого проживания, для постоянного проживания, какой-то там период достаточно длительный, а вот те, кто едут отдыхать... И так, и так, и предкосрочная аренда. Есть свои плюсы в аренде недвижимости по сравнению с арендой с отелями. Величина, площадь территории, какая-то личная территория. Ну конечно, никто не контролирует тебя, да? Есть свои плюсы и минусы, да. Многие наши в обслуживании, в первую очередь, да, в безопасности зачастую, да. Многие наши клиенты чередуют, вот у нас есть постоянные, те, кто арендуют, они там в прошлом году могли съездить в отель, в этом году снять виллу. Вот есть также арендная недвижимость, которая сдается вместе с сервисом, так же, как и в отеле, вы можете получить полное обслуживание, какие-то услуги стандартные для отеля. Это тоже, кажется, специальная недвижимость, да, такая, что она для этого именно и была изначально задумана. Чаще всего, да. Чаще всего, да. Некие апартаменты, да, вот сейчас в Москве это модно становится. Да, иногда даже это в рамках отеля существует. Ну, то есть, чтобы у человека, который арендует, да, у него был отдельный вход, чтобы он, с одной стороны... Да, но при этом он получал услуги. Ту же самую услугу. Это, наверное, чуть дороже, да? Это будет чуть дороже, ну, в рамках отеля, по крайней мере. Это цены сравнимые просто с отдыхом в отеле. Если, конечно, хочешь сэкономить, то ты снимаешь что-то из частного сектора, и экономия достигается обычно на количестве людей, которые отдыхают. То есть, поскольку одну квартиру можно снять там на пятерых человек, например, и, соответственно, а стоимость ее сравнима с номером. А для пятерых человек нужно снять там два-три номера. Как минимум. Или более. Хорошо, хорошо. Да, да. Про покупающих. Вот интересный момент. Вы сказали про то, что если покупают, то уже планируют эмигрировать. Совсем нет. Очень часто... Мне всегда так казалось, потому что... Причем еще, наверное, обывательская психология тоже так устроена. Вот человек купил недвижимость. Ну все, это предатель Родины. Все, он уехал. Нет, на самом деле, даже сравнивая с европейцами, которые тоже много покупают зарубежные недвижимости, совсем нет. Чаще всего люди хотят отправить семью на летний период. Как раньше, знаете, люди... На дачу. Да, на дачу отправляют. Это трогательно так выглядит. Теперь детей отправляют... На несколько месяцев, да, снимается. Снимается причем, да, тоже. В Испанию, в Черногорию. Кто-то, кто может себе позволить. Во Францию или в Италию. Соответственно, это достаточно удобно с точки зрения и даже финансовой, и, естественно, с точки зрения экологии, безопасности. Ну, экологии, да, качество жизни и безопасности я допускаю. Вот с точки зрения финансовой, да, может быть, это не всегда однозначно. Вы знаете, у нас очень много примеров. Вот, например, совсем недавно писали статью интересную, брали интервью у одного из наших клиентов. Он из Новосибирска, сотрудник известной IT-компании. Продал свою квартиру в Новосибирске за 50 тысяч долларов и купил квартиру в Болгарии практически на первой линии, 200 метров. За те же деньги? Совершенно за те же деньги. Да, и вот ездит туда отдыхать летом, отправляет туда семью. Подожди, а он квартиру в Новосибирске продал? Он где живет в Новосибирске? Он сейчас работает вообще в заграничном офисе российской компании. Это известный. В турецком, я думаю. Ну понятно, ну то есть он пользуется, да, вот, вне отдыха он пользуется служебным жильем, я так понимаю, ему там предоставили, а отдыхать ездят в Болгарию. Да. Собственное жилье. Как-то так. Как-то так. Ну, суть в том, что покупка, многие же покупают второй или третий объект, например, у них есть своя квартира, и там обычно покупают вторую в том же месте, где живут, для детей или для себя, а потом третью уже где-то, скорее всего, за границей. И стоимость покупки в России сейчас выше, чем за рубежом. Ну, я подумал, что сопоставимо, но и во многих... Нет, выше, выше. Если говорить про Москву, так... Ну, это не... да, это неприлично даже, я думаю, говорить про Москву. Да, немного городов в мире, которые могут как-то сравниться по стоимости квадратного метра с Москвой. Но даже и для регионов это вполне актуально. Ну, вот твой пример, по крайней мере, да? Хотя Новосибирь все-таки это большой город, да? Да. И цены там наверняка тоже немалые. Тут можно еще рассказать вообще о том, какие страны интересуют россиян. Это в первую очередь Болгария и Испания, и как раз они привлекают недорогой своей недвижимостью. То есть они интересуют, ну, условно говоря, там, не будем о приоритетах говорить, они интересуют по каким причинам? По причинам того, что там тепло, там есть море, там есть где отдохнуть, правильно? Да, наверное, еще потому что недалеко, потому что много русских, потому что недорого туда добраться. Кстати, вот это спорный момент, да? Я очень часто слышу, что там, где много русских, не хотелось бы мне, да, покупать или что-то снимать. Ладно, мы сейчас, Георгий, сейчас прервемся, еще раз новости на Финам.ФМ слушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Георгий Кочмазов, руководитель проекта traneo.ru. И мы говорим о рынке интернет-ресурсов по предоставлению услуг покупки и аренды жилья за рубежом, за границей. Наверняка многие из наших слушателей в частности подумывают о том, а неплохо было бы прикупить что-то за границей. Ну, а как минимум, да, там, где тепло всегда, там, где всегда солнышко. Вот, логика в этом есть, потому что, наверное, все-таки, да, все мы стараемся как минимум раз в год съездить погреться. Для этого снимаем отели, для этого, да, используем какие-то традиционные вещи. А почему не иметь свою недвижимость, которая есть всегда, и в этом случае не надо заморачиваться никакими, так сказать, гостиницами и прочими необходимыми вещами. Хотя, с другой стороны, и вот вопрос меня очень интересует, Георгий, смотри. Предположим, вот случилось то, что случилось. Мы купили некую недвижимость, ну, в той же Болгарии, может быть, она ментально ближе или в Испании. Вот, но, очевидно, что, ну, максимум, сколько я там буду находиться во время летнего, ну, максимум, и то я-то вряд ли три месяца, да, там, жена с детьми. А все остальное девять месяцев в году она пустует. Соответственно, у меня, возникает, вот у меня сейчас уже просто, да, возник вопрос. А что же с ней будет за эти девять месяцев? Ведь никто на нее, за ней бедняжкой не присмотрит. Мало ли что там произойдет, понимаешь, ну, риски-то, риски возрастают. Я же не буду ездить еженедельно. Или надо с кем-то договориться, может быть, да, что ключи оставить, ходили, присматривали. Дополнительные расходы. Как это выглядит? Ну, во-первых, часто бывает так, что люди живут больше, чем три месяца. Ездят туда и в зимнее время года. В зимнее время тоже. Да, вполне. А так обычно это услуги каких-то местных людей, которые помогают, следят за недвижимостью. Ну, так же, как и с любой другой квартирой, которая у вас будет, вторая или третья, в которой вы не живете постоянно. Ну, она будет у меня в этом городе, мне проще, наверное, за ней присмотреть. Ну, если это дача, например. А если это дача, да, там, километров за сто, да? Надо с кем-то договариваться. Пока вы не там, да, кто-то за ней смотрит, система охраны. То есть это реально, по крайней мере, да? Это реально кого-то найти? Да, несомненно, конечно, конечно. Агентства, вот наши партнеры, они могут предоставить услугу, помогать. Если что-то случится, то всегда там решить вопрос какой-то. Ну, вот еще раз, смотри, вот такая фраза мне пришла в голову. Хлеба не просит, хлеба не просит. А пока я там не живу, просит хлеба ведь недвижимость-то. Несомненно. То есть надо платить коммунальные платежи, надо там еще что-то, да? Несомненно, конечно, да. И во многом иногда наши покупатели, они ориентируются на стоимость содержания недвижимости. Это является одним из важных критериев при выборе страны. В некоторых странах коммунальные платежи достаточно низкие. В той же вот Болгарии, Испании, например, цена обслуживания квартиры достаточно низкая. А есть страны, где придется выложить какую-то существенную сумму. Ну, обычно это как-то коррелирует со стоимостью недвижимости. Чем она дороже, тем больше денег она требует. Ну, и вот в этом случае... Есть еще тут, могу рассказать, интересные такие истории. Есть, например, такая схема, активно использующаяся во Франции, называется LISBEC. Когда вы можете использовать в рамках договора с управляющей компанией ваш объект в течение какого-то времени. Вы изначально договариваетесь, например, это может быть 4 недели в году. Использовать... В смысле, я живу, да? 4 недели в году. Да, это ваш объект. Но вы можете жить 4 недели в курортный сезон. Ну, понятно, да. Остальное время эта управляющая компания сдает ваш объект, страхует. Если что-то с ней случится, она всегда решает, это их проблемы. И, кроме этого, они еще дают вам какую-то доходность. То есть, я получаю дополнительный доход, да? Да, и доходность, она варьируется в зависимости от того, фиксирована она или нет, или плавающая. То есть, они вам гарантируют, что они вам дают доходность. То есть, если она ниже. Если это будет зависеть от того, насколько активно они будут сдавать ваш объект, то она потенциально может быть выше, а потенциально вообще ничего не заработаете. Вот. Но тут еще эта схема, она во Франции активно продвигается, точнее, помогает получать помощь от правительства. Вы при покупке экономите 20% на налоги и тем самым получаете достаточно выгодную. То есть, в данном случае, французская правительство стимулирует, да? Стимулирует продажные движения. Этот самый спрос, да. То есть, ребята приходите, покупаете. Хотя, как известно, там, да, великие французы бегут оттуда почему-то. А нас заманивают, а великих, видите, изгоняют. Ну, надо, как сказать, отдать должное россиянам. Они не очень любят, когда в их недвижимости кто-то живет. Большинство наших клиентов... Ты считаешь, это ментальность российская все-таки, да? Мне кажется, да. Потому что в Европе менее предвзято к этому относятся. То есть, в Европе это принято, да? Да, наши покупатели очень редко хотят, чтобы кто-то жил в их... То есть, они готовы платить, да, чтобы там никого не было. Но есть, конечно, и те, кто сразу спрашивают, а вот я хочу купить, и сам иногда чуть-чуть ездить. А остальное время пусть кто-нибудь сдает, и пусть это еще мне приносит доход. Управляет, управляет. Да, но большой доход рассчитывать не стоит. Нет, ну как минимум коммуналку отбить ту же самую, да? Это несомненно. Потом риски вот эти, отсутствие, да, там присматривают же за ней управляющая компания, присматривают за квартирой. Ну или там кто-то будет жить. Да, это плюс, страхует, присматривает. Но все равно доходность до 10% можно получать, не больше. Я понял. Хорошо. Давай мы вот еще о чем поговорим. Мы начали, собственно, уже эту тему обсуждать. Итак, на какие же страны в плане покупки недвижимости, как правило, ложится глаз россиянина? И по какой причине? Ну вот одну из них мы уже назвали, а точнее, может быть, две. Это близость географическая, та же самая Болгария и Испания. Это относительная дешевизна. Мы знаем, что сейчас на рынке недвижимости Испании просто проблемы очевидные. Что в этом списке еще может появиться? То есть какие востребованы страны и по какой причине? Я к чему веду еще очень меня интересует этот вопрос и давно уже интересует. Ведь есть определенные нюансы юридические. То есть, условно говоря, я могу стать собственником недвижимости в той или иной стране по разным схемам. В одной стране мне нужно сначала получить, условно, вид на жительство. Особенно, если вы депутат, вам нужна какая-то схема. Ну, слава богу, да, я не депутат, и уже вряд ли им стану. Вот с точки зрения юридической тонкости наверняка там какие-то особенности существуют, да? Да, ну вообще препятствий для, если на второй вопрос, для покупки недвижимости россиян даст немного. Есть отдельные страны, типа Швейцарии, Австрии, и то в отдельных районах, в которых достаточно трудно купить. Но по такому моей субъективной оценке, все равно это вопрос денег. То, что не продается, стоит дорого. А речь идет именно об этом, да? О гражданстве, условно говоря, в виде на жительство. Ну, в некоторых странах не граждане в определенных районах не могут в принципе владеть недвижимостью. Но это все решается путем регистрации юридического лица, европейского или офшора, и покупки на него, например, да. Что касается вот интереса россиян, то правильно вы сказали, что это Испания и Болгария в первую очередь. Не хочу ничего сказать плохого про эти страны, там много интересной недвижимости для россиян. И риски, конечно, есть везде, где-то они больше, где-то меньше, но привлекают они, конечно, своей дешевизной. В Болгарии и в некоторых районах Испании можно купить недвижимость за условные 100 тысяч долларов. И это будет достаточно... Это будет дешевле, чем в Москве, да? Мы берем однокомнатную квартиру, которую за 100 тысяч здесь не купишь. Я не знаю, сколько километров от МКАД нужно, чтобы купить недвижимость в Москве. Да, за 100 тысяч. Совершенно верно, совершенно верно. Смотри, есть ли в этом списке географическом вот такие, ну, тоже популярные, по крайней мере, по моей информации, такие страны, как Греция, Кипр, да? Ну, несомненно, и Черногория, и Хорватия, и они везде покупают россияне. Просто почему говорится отдельно про Болгарию и Испанию, потому что они так на голову выше других. То есть там прям существенно больше покупают. А, на голову выше по количеству? Да, по количеству аудитории. Вот, ну, во всех других странах тоже активны наши граждане и бывшие соотечественники из СССР. То есть мы говорим, в принципе, о русскоязычных покупателях. Ну, наверное, да. Соответственно, далее идут по возрастающей по цене, это Италия и Франция. Там недвижимость стоит уже, ну, сопоставимых с российскими ценами. То есть в разы дороже, да, того, о чем мы говорили сейчас. Это тоже сильно зависит от района, но те локации, которые интересуют россиян в этих странах, они обычно достаточно дорогие. Лазурный берег, например, да? Да. Хотя и там можно купить недвижимость, например, в Ницце, квартиру за 250 тысяч евро, можно очень приличную квартиру купить. То есть продать в Москве, опять-таки я об этом говорю. И купить три квартиры в Ницце, да. Для себя, для детей, для тещи. Да, одну сдавать еще. Одну сдавать, да. Да, ну, это что касается курортной недвижимости, очень интересна США. В США три точки, которые притягивают россиян. Это Майами, Калифорния целиком и Нью-Йорк. Ну, то есть Майами, Калифорния, это опять та же самая история с отдыхом, да? Наверное, да, но многие из тех, кто покупают, я так понимаю, что они уже все-таки с прицелом на то, что со временем туда перебраться, да. Причем там в основном недвижимость это дома все же, да? Там, я так понимаю, квартиры-то не так. Очень, да, очень активно покупают. Азия сейчас стала тоже довольно популярна. А что в Азии, например? Таиланд. Таиланд, Индия, может быть, да? Бали. Индия, наверное, в меньшей степени. Таиланд и Бали в первую очередь, да. Китай. Ну, не так активно, конечно. Вот, ну, наверное, вот основной интерес, там, больше 50% это Европа с перечисленными странами, процентов 30-40, это, ну, 30, наверное, США и остальное вот экзотические страны всякие. Кстати, экзотические страны, ну, тот же Таиланд или Баи, да, это в основном тот же прицел, да, там, так сказать, можно отдохнуть и при этом не заморачиваться отелями, а купить себе там что-то, домик какой-нибудь, да? Да, единственный минус, конечно, то, что лететь далеко. Ну, да, ну, да, да, да. То есть, опять так на выходные не слетаешь, да? Да, да, тут уже. Что можно сделать в Европе, собственно. Совершенно верно. Так, хорошо, давай мы вернемся немножко уже непосредственно к бизнесу, ну, к твоему в частности и вообще, в принципе, к этому бизнесу. Как структурно он устроен? Ну, я представляю, прекрасно, есть интернет-ресурс, да, вот там наверняка я на этот сад зашел, какие-то опции там есть, нажми сюда, нажми сюда. Да, с удовольствием расскажу. У нас есть такая, у нас, во-первых, больше 100 тысяч объектов недвижимости, это все актуальные предложения, мы очень трепетно следим за тем, чтобы у нас не было каких-то, так называемых, фейковых. Ну, то есть, несуществующих, да, или левых каких-то. Приманок, да, следим тем, что вплоть до удаления продавцов с портала, если не выставляют. Следите, вам предложил продавец вот некий, он оказался фейком, да, вы его проверили. Как вы это сделали, вы поехали туда, посмотрели? Не совсем, нет, мы по факту, конечно, отслеживаем, мы вперед не можем узнать, то есть, когда он размещает объявление. По факту, то есть, клиент пришел клиент, да. Обязательно спрашиваем нашего клиента, все ли в порядке, связались ли с ним, ответили на вопрос, компетентно ли это, или в том числе, есть ли это предложение в наличии. В наличии, да. Потом вызывают, например, подозрения, объявления, на которые оставили много заявок за какое-то время последнее, это автоматически отслеживается, и, соответственно, мы уточняем, почему так много заявок, и до сих пор объект не продан. Вот, то есть, у нас, возвращаясь, да, там 100 тысяч объектов, достаточно широкий выбор, я вот не знаю сайтов, где можно, где больше предложений, мы постоянно наращиваем нашу базу, примерно полторы тысячи объявлений каждую неделю новых появляется, закрыты практически все интересующие россиян локации, везде, везде у нас есть какие-то предложения. Извини, пожалуйста, они как у вас появляются, то есть, вам охотно, активно, продавцы сами, да, предлагают эту информацию, или все-таки у тебя есть агенты? Есть несколько способов, ну, концептуально они различаются, ручная загрузка автоматическая, ручная это размещение объекта, там проставляются параметры и загружаются фотографии, и есть автоматизированная загрузка с помощью специального формата, мы, когда установим партнерские соглашения с нашим партнером, мы автоматически подтягиваем. Мы еще раз прервемся, потом продолжим, но сейчас новости на Финнам. Ну что ж, вновь бизнес-класс на Финнам. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодняшняя тема рынок интернет-ресурсов по предоставлению услуг покупки и аренды жилья за рубежом. Мы с вами говорим о том, как снять или купить недвижимость за границей. В гостях Георгий Кочмазов, руководитель проекта Traneo.ru. Ну, Георгий, продолжаем наш разговор. Вопрос этот актуальный, вопрос этот интересный. Как, собственно, устроена твоя бизнес-модель, какие особенности, может быть? Да, мы вот рассказывали про то, как объекты появляются в базе. Мы перед тем, как начать делать проект, проанализировали, сколько еще продавцов есть. Ну, проанализили также в интернет-ресурсах, да? Да, мы просто просканировали выдачи поисковиков, сайты, которые на русском языке посвящены зарубежной недвижимости, какие-то объявления о продаже зарубежной недвижимости. Поняли, что вот только тех, кто активно в интернете продает россиянам недвижимости, только делает это на русском языке, больше двух тысяч человек. Даже двух тысяч единиц, так скажем, продавцов. Это как компания, так и частные. Есть еще, соответственно, люди, которые не говорят по-русски, но при этом активно работают с россиянами. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, что сами размещают, да, очень активно сами размещают продавцы, приходят на сайт, и также есть партнеры, которые автоматизированно загружают свои объекты, свои базы предложений, мы синхронизируем наши базы, и их объявления транслируются у нас на сайте. Вот в данный момент больше ста тысяч объектов, и поскольку такой большой выбор, нужно дать пользователю какие-то удобные инструменты для поиска, подбора подходящих именно ему предложений. Для этого существует несколько вариантов. У нас с помощью наших хороших друзей, русских ребят, которые сделали семантический поиск, сделана такая штука, когда пользователь может практически как в Яндексе набрать описание подходящему объекту. Объекты... Недвижимости своей мечты, да? Да, локация, тип, какие-то особенности, то есть квартира в Барселоне с гаражом, с двумя спальнями, не далее, чем в трехстах метрах от моря. И система выдаст ему соответствующие объекты, которые подходят по его параметрам. Также есть фильтр, где пользователь может проставить соответствующие параметры. Извини, пожалуйста, опять мы смодулируем ситуацию. Действительно, я воспользовался услугами, набрал параметры недвижимости своей мечты, мне выдали варианты, наверное, их не так много будет, в пределах десяти штук. Зависит от локации, где вы будете искать. Если популярная локация, то может быть и несколько тысяч. Ну хорошо, дай бог. Дальше я определился с какими-то двумя-тремя-пятью, и мне хотелось бы узнать детали, с кем я связываюсь. С твоими сотрудниками или там стоят телефоны продавцов непосредственно? И так и так, зависит от того, кто разместил объявление. Вы связываетесь... Во-первых, в карточке объекта достаточно подробное описание. Мы стараемся делать так, чтобы оно было максимально подробным. Но если уже заинтересовались конкретным объектом, хотите какие-то уточнить, то там есть соответствующая кнопочка «Связаться с продавцом», который достаточно быстро выходит на связь. Мы тоже за этим следим и отвечает на все дополнительные вопросы. Соответственно, с ним же я могу договориться о просмотре. Совершенно верно, да. И параллельно мы можем вам в этом помочь. Наши менеджеры, они обязательно тоже выйдут на связь, уточнят, связались ли с вами, подходят ли вам соответствующие предложения. Они видят, да, вот мою активность они наблюдают, по крайней мере, что я выбрал что-то, что я, значит, куда-то кликнул туда, куда надо, что я позвонил или собирался это делать. Это все видно. И отслеживается активность после того, как вы оставите заявку. И если вы ее оставили, то с вами не обязательно свяжутся и уточнят, все ли вам понравилось, и предложат какие-то дополнительные опции, которые именно вас могут заинтересовать. Вот. То есть искать вы можете через вот такой умный поиск, когда вы вводите просто словами, что вам интересно, через фильтр, проставив галочки в нужных параметрах объявления. Либо у нас есть сервис для ленивых, так можно сказать, где вы можете просто в форме написать, что вы хотите, да, и наш менеджер уже выйдет с вами на связь. Будет предлагать. Уточнит ваш запрос, да, и свяжет вас с агентством, которое работает там на месте, чтобы вы работали с ним напрямую. Если он не говорит по-английски и вы не говорите по-английски, то поможет с переводом. Вот, но обычно, поскольку интерес, вот это тоже определенный индикатор того, что действительно русских много покупают, что в зарубежных агентствах уже практически везде есть русскоговорящий менеджер. Кто-то мне говорил из гостей, будучи в Испании, по-моему, да, что, ну вот мы упоминали сегодня, рынок переживает не лучшие времена, там понастроили до кризиса огромное количество, а сейчас все стоит, пустует. Да, в этом проблема как раз. Да, 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 и цены упали здорово. И вот там как раз местные продавцы, они ориентируются на иностранного покупателя, иностранного инвестора, в частности, там явления по-русски, и, что мне очень понравилось, по-китайски, иероглифами. То есть этот, да, это группа покупателей тоже интересна, да, в частности, и в Испании тоже. Так и есть. В большинстве вот агентств за рубежом, когда бываешь, там всегда рекламные материалы, буклеты на английском, русском и языке вот местном, там, испанском или итальянском, или французском. Но обязательно на английском и русском. Вот, ну это внушает, да, гордость некую. Это здорово. Значит, ну и дальше, собственно. А, и вот вопрос-то у меня ключевой какой был, да. То есть у меня есть возможность, да, я зашел на твой сайт, ну, на какой-то похожий. А, воспользовался опциями, да, набрал, связался, все, телефон мне дали, договорился. А в чем, ну, давай так, в какой момент вы зарабатываете свои деньги? Или, точнее, с кого вы берете эти деньги? Ну, понятно, что любой посредник, да? Да, логичный вопрос. Мы зарабатываем с наших партнеров. Если вы покупаете или арендуете у них недвижимость, они нам платят комиссию, агентскую комиссию. Но очень важным условием нашего сотрудничества с ними является то, чтобы они не увеличивали стоимость объекта из-за того, что клиент приходит от нас. То есть вы получаете предложение ровно по той же самой стоимости. То есть не набрасывали, да, то, что вам надо отдать, чтобы они не брали с клиента. Это важное условие, которое прописано во всех договорах наших с нашими партнерами. Вы получаете предложение по ровно той же самой стоимости, как если бы вы, прогуливаясь по какой-нибудь набережной в Испании, зашли в их офис, в их агентство. Вот. Я понял. Такая история. То есть вы берете непосредственно с продавца, да? Продавца, а я плачу ровно столько, сколько плачу. Ну и по поводу того, насколько качественная информация, да, которую вы предлагаете, мы еще раз поговорим. Потому что вот я ссылку читаю, да, на то, что есть собственная редакция, да, в частности у тебя есть аналитики, которые пишут уникальные статьи, исследуют рынок. Да. Вот. Кто эти люди? Это люди-специалисты, действительно? У нас удаленная редакция. Есть люди, которые работают в Москве. Есть люди, которые работают в удаленном офисе в России. За счет этого мы оптимизируем наши расходы. Есть люди, которые работают вообще удаленно по всему миру. У нас достаточно уже авторитетные и компетентные статьи появляются. Нас цитируют самые известные российские СМИ. И, например, мы делаем исследование, про которое я уже упоминал. Мы анализируем рынок, изучаем, кто такие продавцы, кто такие покупатели. И вот такая уникальная информация, которая от нас появляется, она помогает, ну что ли, какой-то статус и авторитет завоевать среди профессионального сообщества и среди его покупателей. Делаем мы эту всю историю уже больше двух лет. И у нас люди, те, которые в штате, они постоянно, каждый день этим занимаются. Ну, уже достаточно компетентные. Материали, да, они за рынком следят. Да, и что касается вообще, чтобы получить информацию о покупке, то у нас на сайте можно не только почитать наши статьи, но и задать вопрос. На вопросы отвечают не только, конечно же, наши сотрудники, но и на партнеры наши. Поэтому, если вы задаете вопрос об условиях покупки... Да, да, об условиях оформления, как это все выглядит, это очень-очень важно. И юридические тонкости какие-то. Или потом владение недвижимости. То чаще всего на вопросы отвечают эксперты, наши партнеры, сотрудники вот тех самых, уже неоднократно упомянутых зарубежных агентств. Ну, то есть информация из первых уст, что называется, да? Несомненно, да. Вы можете посмотреть, кто отвечает, его статус, его опыт, прочитать про него, чтобы удостовериться, что человек компетентен отвечать. Сравнить разные ответы. Параллельно могут несколько экспертов отвечать на один вопрос клиента. Ну, это интересно, да, действительно. Ну, у них как минимум одно мнение, да? Они могут просто формулировать иначе? Или мнения полярные? Ну, так что прям полярные это редко бывает. Да, но иногда видим, что они могут немножко поспорить. Или так уточнить. Ну, это нормально, это нормально. У каждого свой профессиональный взгляд, по крайней мере, иногда он отличается друг от друга. У нас осталось не так много времени. У меня еще один вопрос есть, последний, наверное, уже в сегодняшнем эфире. Георгий, скажи, пожалуйста, вот твое мнение, да, насколько перспективны развитие интернет-ресурсов? И даже если вспоминать начало нашего разговора, помню, мы классические агентства недвижимости сравнивались, ну, в частности, вот, с твоим и с похожими на твое агентство. Вот перспективы какие? Отомрут скоро классические интернет-агентства? Все уйдут в интернет? Я не думаю, что это, если касаемо продажи, то точно все, в любом случае, продажа останется в оффлайне. Продвижение, да, скорее всего, будет в интернете, а что касается аренды, то тут, конечно, только интернет. Это будет, уже является основным каналом продаж, и продажи происходят удаленно и автоматизировано. Ну да, почему? Потому что специфика другая все-таки, да? Аренда, это... Ну да, покупатели легче готовы что-то арендовать, это все-таки не такое долгосрочное приобретение. Если что, уж там даже поедет и что-то не так будет, это, ну, только одна поездка. А если что-то покупаешь, какую-то недвижимость, то, конечно, всегда едут, смотрят и на месте изучают. Ну да, это логично, по крайней мере. Но с точки зрения продвижения этих услуг, то в обоих направлениях продвижение будет все больше и больше уходить в интернет. Наверное, как и в большинстве других бизнесов. То есть мы вот с нашими партнерами общаемся, они говорят, что раньше выставки работали, например, как канал продаж. Сейчас в меньшей степени больше для продвижения бренда, что ли, какой-то такой промо-эффект. В принципе, все, что, да, в основном, что давала выставка, да, сейчас все можно... Сарафан на радио и интернет, два основных канала. Георгий, спасибо огромное, мы будем закругляться. В гостях сегодня был Георгий Качмазов, руководитель проекта traneo.ru. Мы говорили, как купить, арендовать недвижимость за рубежом. Уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Всего хорошего, до завтра.